Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Доброе здоровьица! У нас сегодня в гостях у «Целебной кулинарии» гость Елена Василек, поэт, композитор и певица. Еще по совместительству «Целебный кулинар». «Целебный кулинар». Елена в свое время прошла непростой путь от человека, который страдал, я думаю, такой сильнейшей аллергией, к тому, что просто-напросто от нее избавился. Да, я действительно очень страдала с самого детства аллергией. Ничего не могла сделать, никакие таблетки. Но они только снимали симптомы, но не давали никакого излечения. Вплоть до того, что на лицо мне накладывали гормональные мази, хотели колоть, хотели... Ну, бог знает, что со мной делать. И так получилось, что вот в таком состоянии я прожила где-то так лет уже, ну, уже больше 20 мне было гораздо. И поехала я к морю полечиться, потому что сказали мне, ну, солнышко лечит, ну, солнышко действительно лечит. Когда, если какие-то есть проблемы с кожей, то именно утренние, солнечные ванны, они хорошо подсушивают кожу, да, и дают витамины, витамин D, каротин. Ну, понятно, да, если там морковочку... Это общепринятая точка зрения, я потом расскажу свою... Да, другая? Ну, хорошо. Но мне, по крайней мере, помогало. Ну, а чтобы просто, как сказать, было не скучно на отдыхе, я взяла с собой несколько книг. И одна из этих книг была ваша, Геннадий Петрович, не поверьте. И я стала читать. Я забыла и про море, и про солнце. Я только читала вашу книгу. Потому что я поняла, что именно в этой книге секрет того, как стать здоровой. Можно сказать, спасение. Это спасение, действительно. И вот то, что вы видите сейчас перед вами, это результат ваших трудов, на самом деле, Геннадий Петрович. Великолепная кожа, телосложение. Самое главное, хорошее настроение. Хорошее настроение, колоссальная работоспособность. Я избавилась от аллергии. Что я делала? Я первым делала. А вот сейчас, прежде чем ты расскажешь, как ты избавилась от аллергии, я хочу дополнить твой рассказ. Вот смотрите, Леночка сказала все, что вот аллергия, значит, врачи там мазят и так далее, и так далее. Но при этом никто, и в том числе и врачи, не спросили, а как работает кишечник, а что ты ешь, а как ты так себя чувствуешь, переживаешь, не переживаешь. Оказывается, ничего это не спрашивалось. А в итоге у Леночки плохо работал кишечник, и шла интоксикация. И у многих людей, которые страдают, я должен сказать, процентов на 90, кто страдает аллергией, у них как раз работает плохо кишечник, идут все вот эти вот шлаки в кровь, насыщают, будем говорить, жидкостные среды. И потом что-то мне дай, и сразу аллергия, высыпание. Самое главное, нужно следить, мне кажется, за детьми, чтобы дети своевременно, ну будем говорить своими словами, чтобы их организм очищался, чтобы они своевременно ходили в туалет. Да, безусловно, это нормально. Я всегда следила за своим ребенком, это для меня было очень важно. А твои родители следили за тобой? Ну нет, не следили. Они даже не знали, что я могла по три дня не ходить в туалет, это ужасно. И не интересуются. И вот что произошло? Произошла ковка всех жидкостей, да? Да. Поэтому все это... Безусловно, это годами скапливается, мы же моем пол у себя в доме, мы же убираемся. Почему мы не очищаем свой организм? Это же совершенно неправильно. Вот, и ты начала очищать, сначала кишечник очищу. Безусловно. И что ты почувствовала? Я почувствовала легкость. Я почувствовала, что это работает, я сразу почувствовала очищение какое-то на лице. У меня посветлели глаза, и мне стало легче двигаться. И вот смотрите, я просто буду Лену перебивать и дополнять. Вот смотрите, посветлели глаза. Дело в том, что белки наших глаз, они, будем говорить, омываются, и там внутри находится жидкость. Если эта жидкость уже, будем говорить, грязная, то у нас и белки становятся серыми, такими уставшими, серыми. Как только мы очищаемся, очищается жидкость, и значит, что? Белки сразу оп, стали более лучше. Если у нас не работает кишечник, то что у нас работает? У нас работает кожа. Поэтому на коже, кожа начинает усиленно выделять все эти шлаки и различного рода вот эти аллергии и так далее. И насморк, и слезы, все же это и оттуда, конечно. Прекрасно оттуда. И вот смотрите, что надо сделать, Дум говорит, вот Леночка очистилась, да? А второе, что надо сделать, это надо поменять наши жидкостные среды, убрать все вот эти вот шлаки, которые там были. С помощью чего это можно сделать? Это нужно делать с помощью свежевыжатых соков, в первую очередь. Во-первых, отказаться полностью от всех газированных, сладких напитков. А почему сладкие напитки? Ты знаешь, что надо делать? Потому что очень много, во-первых, они синтетические. Там очень много всяких разных красителей, добавок, все остальное. Вот смотрите. Потом столько сахара находится в этих напитках, никто даже не знает, сколько, да, не так говорю. Нет, ты все, я говорю, что, просто я дополняю тебя. Смотрите, что делает сахар? А сахар, оказывается, он сушит организм, он подсушивает все эти наши слизистые оболочки. В результате чего? Они перестают нормально работать. А я думаю, а почему тогда так кишечник плохо работает? Потому что слишком много сладкого, которое нас высушило. Далее, вот эти все синтетические вещества, которые имеются в напитках. Наш организм... Усилители вкуса, вот этот бензоат натрия, это все так вредно. Не может их полноценно из себя выводить. Он способен выводить только те природные вещества, которые он, ну, в течение тысячелетий к ним приспособился. Конечно. А что-то новое он уже не знает. А что с этим делать просто-напросто? И вот правильно, соки. И сейчас как раз мы с вами приготовим один из соков вкусный, полезный, с которым можно начинать вот как раз... Утро, да? Утро, да. Утро, да. Свой день. Вот. Это сок из грифрута и апельсинов. Смотрите, почему не только с апельсинов. Если мы с вами будем использовать сок только из апельсинов и пить его много, все-таки сладости. Слишком много. Ну, да. Сладости это уже, знаете, как... Уколо-сахарный диабет, допустим, тоже может быть проблема. Нежелательно. Поэтому, чтобы этого не было, мы с вами его сделаем с грифрутом. Грифрут, там горчиночка. Конечно. Здесь ферменты, здесь чистенькая вода, которая будет... Что такое делать, ферменты делать? Они пережигают шлаки, а водичка быстренько через почки все это вымывает. Давайте сделаем, Геннадий Павлович. Давайте. Делаем этот сок и пьем его. Значит, грифрутово-апельсиновый. Ах! Какой прекрасный грифрут у нас. Так. Теперь мы апельсин и делаем сок. Сок делается очень просто. Для этого мы используем специальную выжималочку. Пресс. Это не пресс, а вот такая вот специальная выжималка. Я имею в виду... Для цитруса. Да-да-да. Оказывается. Опа. Она как пресс работает же, правильно? Да-да-да-да-да. Ну, примерно как пресс. Вот такая. Хоп. И смотрите. Смотрите, как хорошо она выжила. Прекрасно. Опа. Понюхайте. Есть у нас. Теперь мы... Апельсинчик. Апельсинчик берем, ставим на центр. И только раз выдавливаем. Давливаем. Пошло-пошло-пошло-пошло-пошло-пошло-пошло. То есть апельсиновый сок нежелательный. Но я уже привык. Вот. У нас примерно сок получается один к одному. Я так чувствую, что ты хочешь попробовать, как это давится. Ну, не знаю, вдруг у меня не получится. Ну, давайте попробуем. Попробуешь? Ну, давайте еще разочек посмотрим. Давай. Да ничего особенного, собственно. Да, и все так. Раз. Надавливаем. Просто с любовью нужно еще. С любовью. Не спеша. Улыбаться, да. Улыбаться. И получается прекрасный целебный напиток. Да. А теперь Лена пробует. Угу. Давайте. Па. Нарезаем. Угу. Вот так вот вставляем. Давайте. Па. И... Раз, потихонечку. Вот. Пошел, 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 пошел сок сам. Вот так вот. О-о-о. Сильно давить, в смысле, быстро давить не надо. Почему? Потому что мякоть тогда сюда попадает. И не то получится. О! Отлично у нас получилось. Это мы. Полная кружка. Полная кружка. И мы ее... Сейчас. То есть вот этот сок. Зачем нам действительно пить сок? Сок должен как раз у нас... Ай, вкусненько. Вымыть вот эти вот шлаки. Да мне больше налили. Ну ничего. Нормальненько. Будем здоровы. Закрыли и прощай аллергия. Прощай. Ой, как хорошо. Чистенькая вода сразу промывает наш организм. Ферменты, которые здесь имеются, начинают дожигать те шлаки, которые еще не окислились. И все это выводится. Причем соки надо пить будет регулярно для того, чтобы мы, ну примерно 50 килограмм, ну то есть взять меня, нашей жидкости сменить на чистенькую. Каждое утро. Вообще, мне кажется, что все нужно делать регулярно. Это залог успеха? Да, конечно. И, ну, достаточно много нужно пить свежевыжатых соков. Не обязательно только, это неправильно пить только там цитрусовые, да. Но если мы будем добавлять еще овощные соки, то это только будет плюс к нашему здоровью. И сейчас мы сделаем сок из, какой твой любимый сок? Мой любимый сок, морковочка, сельдерей и немножко свеклы. Морковочка, сельдерей и немножечко свеклы. Как раз мы сейчас такой сок и сделаем. Вот так вкусно. Ммм, могу оторваться. Морковка, морковно-сельдерей и сок, чему еще способствует? Он также за счет, за счет структурированной воды будет прекрасно промывать наш организм. Вот. И плюс то, что если в этих соках больше содержится, ну, будем говорить, сладости, то здесь уже не столько сладостей и фруктовых кислот, а здесь больше минеральных веществ, которые необходимы для нашего организма. И они так же великолепно нейтрализуют. Клетчаточка там, правда же? Ну, клетчатка там немножечко. Ну, все-таки есть, почему же, да. Смотря, насколько фильтровать этот сок. Хорошо. И так делаем. Опа! Вперед! Так. Здесь хорошо видно пропуску, которую мы можем соблюдать. Ну, мы сейчас сельдерей будем добавлять, да? Давайте. Давайте. Я-то привычная? Ага. Гулять-то гулять. И свекла надо. Но свеклу, Геннадий Петрович, я вам не дам. Немножечко, да? Будем? А цвет будет тогда красный. Испортим красивый цвет. Ничего? Не страшно. Давайте. Осторожнее. Давайте досочку. Досочку. Кладем. Там пролезет? Пролезет. Еще? У нас подсохли и плохо работают. Они будут работать намного лучше. Почему? Потому что здесь имеется морковный сок, который содержит каротин. А каротин нужен для наших слизистых оболочек, чтобы их восстановить из-за сушенного состояния, которое мы привели в нормальное. Более того, он хорош там и для кожи, и для печени. Кстати, а свекольный сок, свекольный сок, он очень хорош для очищения печени. Да. Вот этот вот запах свекольный, вот эти вот фитонциды, они душистые, не всем нравится этот запах. Что он делает? Он способствует тому, что открывает различные закупорки, которые у нас имеются, и печеночка лучше очищается. То есть, если у нас грязная печень, а вот сейчас мы как раз спросим Леночку, вот она очистила кишечник и ей стало легче. Но, конечно, без очищения печени никакой очистительный процесс нельзя считать завершенным или, по крайней мере, действенным. Печень – это царица всего организма, это фильтр нашей крови. Хорошо. А вот ты очистила печень. Что ты видела, когда очищала печень? Ой, да страшно. Выходили камни. Я думаю, что у всех такое. Конечно, зеленые, белесые, да еще со всякими там обмотанными лентами, слизи и все, что прямо такая страсть. Ну, и главное, после этого ты реально худеешь. Давайте заменим слово худеешь, потому что оно худое. Настройнее. Ну да, то есть ты реально чувствуешь, что ты сбрасываешь вес. Прямо буквально за 2-3 дня печень, конечно, начинается биться. Но мне кажется, она радуется. Она въезд говорит, спасибо, что ты убрала от меня. Я когда посмотрела, ну, представляете себе, практически вот если 2 этих стакана соединить, вот столько во мне было камней. Ну, как такой маленькой печени, может, вы себе не можете даже представить, это правда. У меня даже есть фотографии. Фотографии, где эти камни? Конечно, есть и камни, и там еще всякая страсть. Вот здесь все, конечно, зависит от пропорции. Мы сделали пропорцию свеклы, конечно, мы нормально сделали. Нормально. А вот что касается сельдерея, мы примерно его, ну, где-то слишком много добавили. Да, на мой вкус морковочки побольше, он тогда будет просто немножечко слаще и вкуснее. Но, я думаю, для очищения это не важно. На очищение это не влияет. Мы можем сейчас и добавить морковочки еще, и сделать то, что надо, если хочешь. Нет, нет, прекрасный сок. Прекрасный сок. То есть этот сок освежает, этот сок освежает, вот и? Тонизирует. Освежает, тонизирует, и самое главное, опять-таки, он дожигает различные шлаки, их вымывает, способствует восстановление слизистых оболочек, способствует тому, что дает нам питательные вещества в виде минеральных веществ, которые нужны для нормальной работы нашего организма. И вот этот вот сок, он не такой сладкий, как этот. Его же можно пить до литра в день. Я даже пью больше. Это плохо, Геннадий Петрович? Посмотрите, все-таки, Леночка, сколько ты везешь? Это когда процесс очищения. А когда процесс очищения? Да, да, когда я специально, конечно, я где-то до 2 литров я даже пила. Ну, 1,5-2 литра, да. Но это только в первой половине дня, естественно. То есть я считаю, что если сок после 2 часов уже пить дня, то он уже не так хорошо усваивается, как в первой половине, правильно? Правильно. И он как раз вымывает. То есть 2 литра, вот смотрите, если Лена весит примерно килограмм, 50, нет, поменьше, ну где-то 48-50, так, да, где-то на массу тела 50 килограмм, видите, 2 литра, 2 литра сока заливается в организм, вымывает токсическую жидкость и примерно через, грубо говоря, если попить уже 10 дней, то вы замените 20 килограмм своей токсической жидкости на свеженькую. Она же живая, представляете? Аллергия, аллергия сразу у вас начнет уходить. Более того, я не задал такой вопрос Лене, как, вот она почистила печень, помимо того, что началась нормализация массы тела, за счет того, что печень заработала, улучшила обмен веществ с жиром, сразу масса тела стала нормальной, улучшился вообще какой-либо обмен веществ и плюс стала кровь очищаться. Как твоя аллергия после чистки печени в себя повела? Она пропала. Вообще пропала? Да, да, да. Вот видите, и вот эти вот камушки, вот эти вот, знаете, что такое вот еще слизь и различные обмотки, это есть не что иное, что там уже бактерии целые колонии, которые уже в виде какой-то плесени там у нас разрастаются. Да и бактерии, и червяки, и чего там только нету. И все думают, что у меня этого нет. Поверьте, у вас это есть, сто процентов. Просто вы недостаточно хорошо очищаетесь, но ведь к очищению нужно быть подготовленным, потому что если чистить печень, с неочищенным кишечником могут быть проблемы. Правда, Женген Петрович? Поэтому для того, чтобы избавиться от аллергии, мы с вами очищаем кишечник, это для того, чтобы сбрасывались лучше шлаки через кишечник, понимаете, как бы сказать, мы сначала проход очищаем, туда шлаки будут ходить. Далее чистим печень, фильтр, который будет, все это дело лучше фильтровать, будем говорить, и нашу кровь делать более чистой. А потом только меняем жидкости, потому что когда мы начнем пить вот эти вот соки, обилие вот этих всех шлаков начинает вымываться, а печень не успевает, аллергия может обостриться. Конечно, особенно на свеклу. Если неподготовленный человек пьет много свекольного сока, он сразу подумает, ой, у меня стало еще хуже. А это не хуже, это просто ваш организм стал очень активно выбрасывать шлаки, что сразу естественно выражается на вашем лице. Поэтому надо постепенно подготовиться. И соки тоже, смотрите, если вы, конечно, толстый кишечник не почистили, печень не почистили, сначала начните по стаканчику всего лишь навсего выпить. Давайте еще. Давайте. За здоровье. Выбивать по стаканчику, а потом, потом, если вы почистите толстый кишечник и печень, можно уже пол-литра, литр, полтора, два и даже больше. Конечно. Это должны быть овощные соки, морковные, сельдерейные, немножечко свекла. Свекла – это уникальный продукт, который содержит такое биологически активное железо, нужное для кроветворения. Существует такое мнение, что проблему аллергии можно решить лекарствами. Лекарствами на самом деле эта проблема не решается. Ни в коем случае. Вы знаете, ее можно как-то задавить. То есть, допустим, гормональное средство использует... Давайте я вам расскажу. Я мазала такими мазями, как пулькарталон, гидрокортизон. И действительно, когда я первый раз помазала, я подумала, о, так все прошло, какая прелесть. Но через 3-4 дня у меня это возобновилось новой силой. Мне уже пришлось увеличить дозу этой мази. И я уже стала мазаться гидрокортизоном практически как кремом. Представляете? Я подумала, это же ненормально. Причем все говорили, что это ничего страшного. Это мазь, только, как называется, действие местного. Местного. Да, 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 местное. То есть, на организм она не влияет. Мне кажется, что это неправда, Геннадий Петрович. Мне кажется, все то, что... Все, что попадает в организм через кожу, тем не менее, влияет и потом расстраивает здоровье на гормональном уровне. И у нас начинаются проблемы, смотрите, аллергия не ушла, а еще появляются дополнительно проблемы с нарушением гормонального баланса. Мы организм нагружаем еще больше, Геннадий Петрович, правда? То есть, мы что-то как бы отодвинули и с умом избавились. Но проблема-то осталась. И эта проблема зреет и ждет выхода. И еще более усугубляет, еще более, как бы сказать, активно действует, становится еще хуже. Поэтому эта проблема в основном решается здоровым образом жизни. А именно, изменением питания. Если вы будете следить за собственным организмом, за его работой, чтобы он работал регулярно, и пить свежевыжатые соки, начиная, как мы рассказывали, постепенно, очистите толстый кишечник, печеночку, и начнете пить соки, то аллергия у вас пропадет. И пропадет она навсегда. Но она может вернуться, если вы вновь вернетесь к порочному питанию. Поэтому запоминайте, хорошее питание, которое мы вам показали, это ключ к тому, чтобы аллергия ушла и не возвращалась. Что ты добавишь, Леночка? Хочу сказать, что это нужно делать с молодым. Поэтому, дорогие мои молодые люди, смотрите программу Геннадия Петровича Малахова, оздоравливайтесь, набирайтесь полезных советов, и самое главное, каждый день делайте что-нибудь для своего здоровья, и тогда оно отплатит вам тем же. Доброго вам здоровьица, до новых встреч. Всего доброго. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч.